Я родился 27 июня 1931 года. Хочу сказать, что в Суворовском училище я интересовался аномальными явлениями. Меня очень волновала эта проблема, и я пользовался любым источником. Кстати, библиотека там была шикарная, и сейчас, наверное, есть. И, значит, я вспоминаю эти годы и вижу, что многое зависело от моего личного состояния в отношении к этим проблемам. То есть эти вопросы, непроизненные, всегда меня очень волновали. Я вызывал понятные снисходительные улыбки своих товарищей, которым было всё ясно, которые считали, что во Вселенной всё нам уже понятно. И вот там мы проучились три года, и начальство решило перевести часть суворовцев в европейскую часть, чтобы к родителям поближе быть. Итак, я, значит, перешёл в Суворовское училище, тоже синепогонное, которое было скомпоновано из двух суворовских училищ синепогонных. Это Кутаиси, Кутаисское суворовское училище, и Ташкентское суворовское училище, часть всего Ташкентского. И вот там протекала наша дальнейшая жизнь, ещё три года надо было отторабанить. И близость к культурному центру, конечно, была велика. И даже среди преподавателей находились люди, которые очень тяжести интересовались математикой и другими загадочными явлениями. И мы уже были близки к культурному центру, и нас отвозили, между прочим, на заседание географического общества раз или два. Вот. Так что этот переезд был крайне удачным и полезным для развития интереса к этим делам. Мой интерес к аномальным явлениям не угасал, наоборот, развивался. И поэтому я, значит, стал даже выступать в качестве лектора по распространению от имени планетария. Я заметил, что пришло много новых людей, для которых их первые шаги здорово напоминали нашу молодость. Но они еще не прошли того пути, который прошли мы, старшее поколение. И поэтому каждое новое поколение начинает, увы, сначала. Я хотел добавить еще очень важный момент. Значит, я все эти годы писал статьи, очерки на эти темы. И решил, что пора уже нашему поколению высказать позицию. Не может быть, чтобы мы занимались пустым делом совершенно, бессмысленным. И вот поэтому я вместе с другими единомышленниками пришел к выводу о том, что проблема эта выходит за рамки наших современных представлений о Вселенной, о психике и об этих всех вещах, которые требуют смены парадигмы. То есть эта позиция требует от нас смелости, что я, собственно, демонстрировал на опыте книг и статей. Очевидно, так же, как это было в других областях знания. Тогда это было проще, может быть. А сейчас требуется от наших общечеловеческих мудрецов новых идей, которые бы вобрали в себя более крупные открытия. Ну, в общем, этим вопросом должна предоставить в своей странице книжка, которая готовится сейчас в географическом обществе. Но я невольно возвращаюсь к своей теории о том, что требуется перемена парадигмы для того, чтобы сделать следующий шаг. Потому что сейчас не на что опереться. Мы попадаем в провал какой-то. Правда, вот вы слышали, нет, позавчера по радио, по Ленинградскому радио, информацию, что милиционеры в Якутии поймали снежного человека. Слышал, да? Вот это уже что-то. Потому что можно посмотреть, как раз вот, как они справляются в жизни среди нормальных людей. Вот. Но я прошел еще несколько ступенек на пути к вершинам этой проблемы. И проявилось это, во-первых, в газете «Аномалия», в которой я работал со дня открытия ее. 91-го года. Потом в журнале «Терминатор», который существовал тоже на базе «Аномалия». И потом, после организации специальной комиссии в географическом обществе, которая стала выпускать журнал, организован был журнал НЛО, который, слава Богу, существует и поныне. Правда, периодичность его повысилась, повысилась, он стал еженедельным. Вот. И, кроме того, есть планы у редакции тоже провести какую-то читательскую конференцию, быть может. вот эти мероприятия, вот эти мероприятия, они помогают широкой публике знакомиться с этими новыми достижениями. «Судя по тому, что многие годы не удается поймать, грубо говоря, это существо, вот луч света появился с этим снежним человеком. и, значит, судя по бесплодности усилий людей не только что поймать, а хотя бы сфотографировать как-то и так далее, это меня наталкивает на идею о том, что они не хотят, чтобы мы их изучали вот так в близком контакте. и поэтому приходится рассчитывать только на случайное какое-то сечение обстоятельств, вот как с этим снежним человеком. Вот посмотрим, во что это выльется. А что касается полезности или вредности этих существ для нас, это должно быть так, судя по всему, безвредность. Наверное, они изучают или пытаются понять, пытаются сориентироваться в наших блужданиях. вот такой у меня подход, то есть негативный сущности. То есть поймать это дело и изучать очень проблематично. я я тут знакомился с материалами американскими. они демонстрируют этих тарелки, все летают в свободном полете и какого-то зловредного намерения не показывают, не демонстрируют. Вот. Либо они вот такую заняли позицию, мол, пусть сами пройдут этот путь. Я вспоминаю ваше вспомоществование организации моей лично поездки в Таллин. Тогда была эта конференция и другие были заседания всякие, на которые удавалось попасть после некоторого напряжения. По-моему, главное направление это НЛО, уфология. Потому что все остальное уже можно считать каким-то приложением к этой проблеме главной. Главный результат, по-моему, заключается в признании некоторыми учеными, признании такой сложившейся ситуации, в которой при нашем нынешнем уровне понятия об окружающей Вселенной не может быть разрешено. Вот такое у меня пессимистическое настроение. Потому что даже догнать видим, поднимают самолеты, не получается догнать. А раз не догнали, то нечего не о чем говорить. Да, мне кажется, что мы вряд ли приблизились к фронту, которым глазеют западные и американские исследователи. опять-таки обращаюсь к многолетним соревнованиям нашей науки. Ведь сейчас даже вспомнить стыдно, как шельмовали это все в уфологии и прочее. как же можно догнать этот фронт, если не можем двигаться достаточной скоростью. Уже снежный человек, уже сколько лет там в Азии, да, много людей занимается интересуется. И все по той же причине нет техники соответствующей. То есть мы не догнали и неизвестно, когда догоним. Если есть там, наверное, есть, точно есть маленькие группы людей, молодых, которые пытаются что-то сделать, но они не имеют средств, о которых я имею ввиду говорить. Так что, в каком-то смысле, в прошлое десятилетие мы были в этом отношении счастливее, потому что у нас были хотя бы телескопы, есть еще какие-нибудь устройства, а здесь ничего не поступает, насколько я знаю, конечно. Я уже обмолвился здесь о том, что наше уходящее поколение не оставляет после себя наследство. Ну, уставляют, конечно, там какие-то труды и так далее, но не в таком масштабе, в каком хотелось бы. Вот. Хотелось бы от этого старшего поколения заполучить не только события, какие происходили в этой области, но и то, о чем я все время толкую, методику, как, например, решать проблему МЛО или парапсихология какое-нибудь ответвление. Я, конечно, не берусь, потому что даже разрыв между нашим миропониманием и той границей, за которой начинается настоящая работа, да, может быть, еще рано, а может быть, так рано, что нам и не дождаться, понимаешь, как Юра Ройтаров теперь отъездом говорил, что говорят, что же, нечего, нечем поделиться, хотя набрали материала много. Вот такая история. Значит, поэтому надо привлекать молодежь, надо чаще проблему эту задевать. поехали. Поехали.